Ребят, всем привет! Вы находитесь на канале Мир Биткоина. Сегодня хочу с вами поговорить о проекте DIV. Как вы видите, я сейчас нахожусь на официальном сайте данной компании. И более подробно расскажу вам, что же из себя представляет данная компания. Как вы видите, сейчас идет при ICO. Оно заканчивается через 11 дней 7 часов. Что ж, начнем. DIV позволяет безопасно хранить информацию конфиденциальную, такую, как, например, идентификация документации, пароли, банковский счет, кредитные карты. Также информация, проверенная документация, верификация, завещание, а также другие ценные цифровые данные. Платформа позволит своим владельцам учетных записей надежно делиться своими данными частично или же полностью между ним. То есть у вас есть еще возможность для того, чтобы понять, полностью ли вы хотите делиться своей конфиденциальной информацией или же частично с какими-либо лицами. также я хочу вам показать, что один, как бы, эзериум, конечная цена его будет равен 8000 DIV токенам. А как бы хардкап данной компании, цель это достигнуть 28 миллионов долларов США. Также здесь можно увидеть бонусную структуру токен сейла, и можно понять, что она проходит в 6 этапов. Как вы видите, сейчас находится на втором этапе. Вот. Что ж, хотелось бы более подробно остановиться на проблемах, которые, в принципе, возникают в нашей жизни. И данная компания, как бы, в принципе, решает эти проблемы в сфере, как бы, конфиденциальности, в сфере, как бы, учета данных, вот, и тому другие проблемы. То есть первое, конечно же, это хотелось бы сказать за то, что рост мошенничества в интернете очень большой, и, как бы, найти надежных и профессиональных специалистов, компаний для сотрудничества становится все сложнее. Каждый год, как бы, растет количество обманутых людей, компаний, которые пострадали от некачественных продуктов или услуг. Согласно, значит, статистике, я вам хочу сказать, что 75% компаний, принявших участие в глобальном исследовании, стали, как бы, жертвами мошенничества. 69% из них понесли финансовые потери. То есть, как вы видите, процент мошенничества по отношению к физическим лицам, как бы, более и более. Вот. И, как бы, то есть, если юридическую компанию какую-то очень трудно обмануть, то, конечно же, физическое лицо намного проще, так как они, как бы, менее подготовлены и, как бы, менее усведомлены. Вот. Также это использование криптовалюты. Всего, как бы, за 12 месяцев общая рыночная капитализация криптовалют значительно, как бы, выросла. Однако криптовалюты используются исключительно в рамках криптосообщества, вот, и онлайн-бирж в реальной жизни. Их, как бы, использование ограничено. И третья проблема очень большая, я считаю, это, конечно же, возрастающая утечка данных. То есть, это перехват, кража, конфиденциальных данных постоянно растут. Вот. И это, как бы, я считаю, негативно сказывается на всем мире. Это затрагивает как физических лиц, так и компаний. И влекут, конечно, за собой последствия нежелательные. Вот. Как, в принципе, в мире онлайн, так и вне сети. Как бы, ДИФ решает все эти проблемы и предоставляет собой глобальную, как бы, децентрализованную сеть на основе блокчейна, вот, со своей экосистемой и валютой. Далее, если вы, конечно же, приобретете токены ДИВИ, вы сможете анонимно входить в сеть, получить, как бы, доступ к безопасному хранилищу Secure Wild, вот, в котором вы можете безопасно хранить всю свою виртуальную жизнь, включая конфиденциальность, как бы, данные документы, паспорта, там, контракты, электронные, медицинские, регистрационные данные. Вот. Что, следующее, это хочу вам показать White Paper. Вот. Он состоит из 27 страниц. И я, как бы, вам оставлю ссылку на нее в описании. Что ж, продолжим. Также, те владельцы токенов, которые приобретут их ДИВИ, вы, как бы, сможете принять участие, предложить свои услуги в глобальном каталоге. Вот. Доступ в сеть предоставляется только лишь проверенным пользователям, которые подтвердили свои аккаунты и запомнили необходимую документацию QS, то есть, пришли верификацию. Также транзакции будут совершаться, как бы, абсолютно прозрачно. Все участники сети могут видеть активность других пользователей. Поэтому будет составлен рейтинг. Вот. Что ж, по поводу токенов, то он будет использоваться через сеть транзакций между участниками с максимальной безопасностью. Также премиум участникам будут предложены дополнительные серверы, вот такие, как зашифрованные хранения данные, вот на основе цифровых контрактов. Также это аппаратный кошелек для повышенной безопасности. Также данная компания планирует предоставить собственный платежный шлюз, который может быть, в принципе, встроен в сайты электронной коммерции, которые принимают как фиатные, так и криптовалюты. Также это будет способствовать использованию криптовалют в повседневной жизни. То есть, и я считаю, что токен DIV станет идеальным способом оплаты. Вот. В принципе, все те функции, которые я сейчас назвала вам, они составляют основу проекта DIV. Открывая как бы бесконечные возможности, ввиду того, что безопасность является основным приоритетом. Я считаю, что, в принципе, это немалый фактор. И также DIV станет личным надежным пространством, которое предоставит как бы безопасное хранение, доступ, передача информации, также обеспечит безопасные онлайн покупки и, конечно же, поможет своим участникам находить, связываться и сотрудничать с надежными профессионалами. Также пользователи смогут предоставлять только ту информацию, которую они готовы поделиться с другими, как я вам уже говорила. То есть, либо же в полной мере, либо же только частично. И я вам хочу сказать, что все это станет возможным. Вот. Полностью прозрачной сети, собственной экосистемой, и эта данная компания все, конечно же, предоставляет. Также концепция заключается в том, что было бы упущением, наверное, проигнорировать крайнюю необходимость безопасности электронного архива. Ну, а концепция, конечно, DIV заключается в обеспечении зашифрованного хранения и безопасной передаче персональных данных между владельцами аккаунтов или другими профессионалами в своей области использования технологии смарт-контракта, которая уже, в принципе, предоставлена в рамках сети DIV. Как вы видите, white paper довольно-таки большой, то есть 27 страниц. В принципе, вы можете его самостоятельно перевести или же ознакомиться на английском языке, если вы понимаете. Вот все более подробно здесь описано. Также у данной компании есть ANN-ветка. Вот мы сейчас на ней. Здесь вы можете увидеть социальные сети, в которых есть. Данная компания. Я далее вам некоторые из них предоставлю. Ставлю ссылки в описании и покажу уже наглядно. Здесь вы, конечно, можете просмотреть видеоролик на компанию DIV, посмотреть, конечно же, шесть этапов, о которых я вам говорила. Но, в принципе, я считаю, что Bitcoin Talk ветка нужна для того, чтобы, в принципе, писать здесь вопросы, в принципе, то, что вы думаете по поводу данной компании, все свои мнения, и, конечно же, читать и ознакомиться то, что пишут другие люди. Для того, чтобы ознакомиться с более детальной информацией, вы, в принципе, можете перейти на официальный сайт, либо же на White Paper. И там уже, я считаю, Bitcoin Talk ветка для этого не нужна, потому как там более чем достаточно хватает этой информации. Как вы видите, на экране ICO начнется 27 марта и закончится 10 апреля. То есть, времени, я считаю, еще достаточно для того, чтобы ознакомиться более детально с данным проектом. Это Bouncy ветка. Здесь вы можете выполнять задания, которые считаются нужным на свое усмотрение и быть за это вознаграждены по усмотрению компании DIV. Также присоединяйтесь в социальных сетях, таких как Twitter. Вот. То есть, здесь вы можете посмотреть также обновления данной компании. Вот последние новости все. И за этим, в принципе, следить и наблюдать, так как есть еще достаточно времени. Также Facebook и Telegram. Вот. В Telegram, как вы видите, сейчас находится 26 197 участников. То есть, вы представляете, какого масштаба эта компания, что к ней присоединились очень множество людей, потому как множество людей еще считают эту компанию довольно-таки перспективной. и, в принципе, я считаю, она добьется всех своих поставленных целей, всех своих решенных проблем. То есть, и люди будут, в принципе, этим заинтересованы в дальнейшем, так как на таком этапе уже столько людей выбрали данную компанию в этой сфере. Что ж, спасибо вам, что были со мной. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если же вас интересуют какие-либо вопросы по данной компании, вы также их можете задавать, как я уже говорила, в Bitcoin Talk Viet. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok